привет друзья привет новую картину делаю ну да несколько вечеров поделаю вот но такая страсть у меня я пристращённый к тому чтобы получить результат от своей собственной деятельности и поэтому я самодостаточный ну можно пристраститься не к тому что зависит от вас например болельщик когда идет на футбол пристрастился такой азарт и там играют футбол и мяч не так забили и он ах ох в другой раз забили наша динамо или наш спартак и вот он такой зависимый от этого зависимый и что там происходит там вот эти напряжение расслабление напряжение расслабление да вот обратите на это внимание можно вообще не ходя на футбол получить тот же результат если вы будете делать так как будто вы на футболе представьте себе картинку что вы сидите на футболе и смотрите как забивают и делайте эти движения и такие такие вы заметите потом такой пришли домой как бы прошли давай этого еще делайте у себя дома это элементы ключ 2 играть собственную роль я просто как психофизиолог как психолог как философ как художник анализирую все это не в разных профилях деятельности нахожу единые закономерности и вот как от страститься например но и как быть самодостаточным и как мотивироваться все зависит от того как переключать умеете доминант как говорил луктомский кто владеет доминанты управляет своей судьбой ну как-то так он говорил вы можете посмотреть как говорил луктомский великий я его очень 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 серьезный очень понимающий человек да но и мы тоже понимающие люди поэтому мы находим что доминанта это не чисто физиологическое понятие это еще и мотивация наша это и пристрастие и освобождение на освобождение будда будда как это нашел нирвану нирвану ходил 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 искал искал был сыном царя там прочее ходил можете посмотреть историю а потом нашел нирвану да и там нет страстей нет страхов нет ничего там пустота там кайф такой если ты до этого был напряженный то резко снял напряжение и вышел на состояние комфорта включилась внутренняя аптека эндорфины да это не просто удовольствие это не просто чувство радости факта самого самого жизни это еще и самоосмысление там происходит развитие самопонимания самосознания то есть по существу все профили твоих деятельностей где ты получал какие-то опыты вдруг начинают синтезироваться синергетические целостное развитие личности да ты растешь развиваешься через это и когда ты получаешь это состояние нирваны между сном и бодрствованием например когда засыпаешь или просыпаешься там тоже есть присутствие этого нуля как коробки передач автомобиля нейтральное состояние так вот оказывается мотивировать себя сознательно как будто вот так мог захотел и вышел нирвану а девочка вот задумалась как я говорил на школьном уроке и засмотрелась в окошко тоже в этой бесстрастности находится но там буду сам управляет этим состоянием он свободен а девочка она зависит от этой усталости зависит она не может нужный момент сама получать это состояние а мы это тренируем нулевое состояние и тем самым тренируем переключаем из доминанты да потому что доминанты же имеет инерцию например я зависимость такую же имею под смотреть сколько подписчиков у меня сколько подписчиков каждый раз стою просыпаюсь когда включая компьютер и там значит от моих роликов сколько же там подписчиков даже даже пристрастия но здесь у меня зависит от меня результат а у болельщика на футболе зависит не всегда его результат то есть я сама достаточно болельщик на футболе нет хотя механизмы те же самые видите напряжение расслабление напряжение расслабление ожидание пристрастие у меня пристрастие пристрастился поэтому вот вы побольше так сказать туда делайте комментов побольше делайте подписчиков там распространяйте наш наш вот этот вот канал среди своих друзей группах там контактах фейсбука в сетях во всех я от этого завишу я самодостаточный обратите на это внимание что там где вы зависите от того где вы получаете результаты и владеете этим сами вы да самодостаточный а там где вы зависите от того где вы не владеете этой ситуации вы не свободны вы не свободны вот я пристрастен к тому чтобы рисовать то есть я у меня страсть рисовать вы можете создать себе мотивацию создать новую страсть замен той который у вас есть какая-то допустим негативная страсть пить там допустим алкоголь или там ходить на футбол а у вас времени хватает и вы все время ждете когда же они как сыграют а потом они сыграли плохо там от вас не зависит найдите там где от вас зависит и пристраститесь к этому ну например я один раз пристрастился как скимо я заметил как это происходит вот самонаблюдение тоже помогает человеку понимать себя лучше самонаблюдение вот потом обратили внимание да что на футболе я рассказывал вот так делать что это можно использовать потом и без футбола получать те же самые эффекты тогда уже от вас это зависит и вы тогда становитесь самодостаточным начинаете включать свои ресурсы когда вы хотите настроение свое менять когда хотите так вот я хочу обратить ваше внимание что я ел несколько вечеров эскимо и через некоторое время у меня произошла адаптация то есть я уже потом без эскимо не мог я вечером обязательно шел магазин покупал себе эскимо и за упозревоженный являетесь его да и как мне надо было перестроиться от этой зависимости я вам скажу от этого пристрастия как отказался а вот это оказывается как на другом примере я скажу вот я допустим вчера был очень сосредоточен в компьютере делать ролик посмотрел на свою картину она не дописанная думаю надо будет дописать а сам немножечко такой не в той теме потому что инерция доминанты я же там сосредоточен а мне надо переключиться доминанту переключить чтобы картину делать а желание нету да ну тогда я опять посмотрел в компьютер подумал подумал о том что ах как хорошо вы сейчас дописать картину и вам завтра показывать уже какой-то уже уже какой-то намечающийся образ да еще раз включился компьютер а потом раз и мне уже захотелось дописывать картину то есть у меня уже способность переключаться от одного к другому мотивироваться потому что у меня есть практика переключений и кто занимается по методу ключа вот этими как болельщики напряжения расслаблением напряжение расслабления да вот эти напряжение расслабление они по существу обучают наш мозг переключаться переключаться поэтому делайте синхрогимнастику время от времени, и потом вы понаблюдаете за собой, что вы легче переключаетесь, да, вы легче себя настраиваете, легче мотивируетесь и начинаете чувствовать себя самодостаточными. Да, и найдите в себе эти способности. Например, я нашел рисовать, мне нравится. Хорошо, когда тебе нравится полезное. И какой тупик, когда тебе нравится неполезное, вредное. Ну, пристраститься к плохому, это вообще ужасно. Ну, вы-то теперь знаете, как отстраститься и мотивироваться на полезное. Да, я вам в следующий раз расскажу, как можно вообще кайф получать от того, что вам даже раньше представлялось недоступным. Да, самое главное, я вас еще научу знаете, чем? Мыслить лучше, чем раньше. эффективнее, проще и эффективнее находить решение в экстремальных ситуациях. Это то, чем мы занимаемся в нашей школе, в будущем, в хомо-футурсе. Итак, самодостаточность, это способность пристраститься по своей воле к тому, что вам полезно. когда это зависит от вас, когда вы свободны. А сейчас мы будем проводить вебинар «Разгрузка». Это мы вообще будем выходить на нулевое состояние, там, где нет никаких страстей, нет страхов, нет комплексов, стереотипов, есть такое состояние из суетного состояния шторма на состояние штиля, безмятежности, где нет суеты, где нет смятения на это состояние. И там как раз таки и происходит тренировка этой переключаемости. И потом вы заметите, как в машине, когда вы переключаете, если там коробки передач через эту нейтралку застревает, вот так у нас мозги тоже застревает доминант. А вы после этих занятий, синхрогимнастика, шалтай-болтай, лыжник, косить траву, когда вы подбираете для себя нужные приемы, вы по существу облегчаете переключаемость. И потом, допустим, вы пристрастились к чему-то, то, что вам не нравится, а вы потом помечтали о том, что вам нравится, и уже у вас переключаемость улучшается. Вот вы увидите. Да, пишите, пишите вопросы, вопросы пишите, потому что мы должны сейчас и школу нашу расширить, а расширяем мы это за счет того, что я больше и больше понятнее и понятнее объясняю, как работает наш мозг. И буду потом еще интереснее объяснять. До встречи, друзья. Да, мне самое интересное, я настроен на то, что то, что делаю, полезное дело, рассказываю вам свой опыт. И от этого получаю кайф, и вы так будете получать от своей полезности. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...